всем привет на канале тестефуд хочу вам сегодня предложить просто вкуснейший картофельный пирог из серии рецептов на каждый день вот что мне понадобится для рецепта для рецепта мне понадобится круглый лаваш по диаметру вашей формы также мне понадобится сырая картошка с которой буду готовить картофельное пюре молоко сливочное масло соль яйца сметана сыра салугуни репчатый лук и конечно же зелень укропа приступаю картофель ставлю на огонь и конечно же солю картофель нужно сварить до готовности если лаваш не подходит по диаметру вашей форме для запекания его можно легко обрезать обычным ножиком для пиццы и убираю все лишнее у меня был лаваш получится двухцветный поэтому пюро будет на разноцветной и очень красивый чтобы у вас получилось очень вкусная картофельная начинка для пирога нужно обжарить лук на сливочном масле нарезаем мелко лук на сливочном масле конечно получится очень ароматный лук отправляю на сковородку сливочное масло и обжарю лук до румяности лук хорошо подрумянился выключаю также в картофельную начинку буду добавлять нарубленный укроп зелень крышу мелко к этому блюду очень хорошо подойдет сыр сулугуни предлагаю его натереть на крупной терке венчиком нужно смешать яйца со сметаной и добавить щепотку соли после того как картошка сварилась я слил всю воду теперь нужно приготовить картофельное пюре для удобным для вас способом затем добавляю молоко и размешиваю теперь добавлю обжаренный лук на сливочном масле и зелень укропа форму для запекания нужно смазать кусочком сливочного масла на дно формы выкладываю лист лаваша и смазываю яичной смесью сверху выкладываю еще один лист лаваша чтобы дно пирога было устойчивое после этого опять добавляю яичную смесь сверху выкладываю картофельную массу и выравниваю по форме затем посыпаю сыром и повторяю слои все зависит сколько у вас есть лаваша и сколько у вас есть пюре и Продолжение следует... Остаток сыра выкладываю в остаток яичной сметанной смеси и размешиваю. И сверху выливаю на пирог. В разогретую духовку 180 градусов отправляю картофельный пирог до готовности. Пирог запекался 25 минут при температуре 180 градусов. Он полностью готов. Посмотрите какой красавец. Когда пирог остыл, можно его разрезать. Подавать на стол можно как в горячем, так и в холодном виде. Продолжение следует... Конец. же это вкусно казалось бы с таких обычных продуктов и получается такой вкуснейший шедевр пирог на каждый день готов всем приятного аппетита обязательно приготовьте и напишите какой он получился вкусный всем пока